Очень интересная ситуация. Сбега предусмотрена, жилите, размножайтесь. Скажите, что теперь администрация должна решать ваши проблемы, что ли? Завтра вы еще кого-то родите, и еще администрация вам должна. Когда я показала ему иск, посмотрела, говорит, это я подписал. Дурачка кружает. Мы поехали, приезжаем, подъезжаем к дому. Уже дома нет, а только разруха вот эта, и вещи, перемедленные вместе с обломками дома. А после чего сказал, а теперь докажите, что там дом был. Дом пенсионеров из Сургута снесли, пока их не было дома. Администрация пообещала вас убрать оттуда. Теперь имущество семьи – мусор. Там же малолетних детей много было. И оставили детей на улице. После угроз детей отнимут. Это демография. Мы защищаем детей, у которых нет родителей. А у них есть родители. И все, и на этом никто ничего не защитил. И продали вот СИП, промстрою вот этот участок вместе с нами, как крепостными. Я им показываю прописку, и он говорит, как? Сделка недействительная. Я что, человек в однокомнатную квартиру? Это нормально? Сфабриковали этот иск и сделали, что оно аварийное. А тут дают, что оно никогда не признавалось аварийным. Опечатка, опечатка. Ну, это хитро-опечатка. Да, хитро-опечатка. Подключили все коммуникации. Да, чтобы мы вернули деньги застройщику. Все, можете ехать. Там все, вам подключили. Балин, Леонид Алексеевич все решает. А в это время уже дом, оказывается, сносился. Дом снесли, ну все, можешь отпускать. Мы не видели этого дома. Мы получили участок чистый. Они дома не видели. Да, на три семьи. Дом снесли, дома нет. А теперь докажите. Во всем виноват прокурор города Балину. Не мешайте работать, дома сидите. Пускай вас там похоронит этот своевой. Вам неправильно выдано жилье. Усматривается преступление. Ну, преступников нет. Здоровье отняли. На каком основании? Не знаю. Это же уже вообще-то беспредел какой-то. Признаками коррупции. Покажут. Выше вам надо. Только там. Тут вы ничего не добьетесь. Верните наше жилье. Наш дом. Вот и все. До новых встреч. Продолжение следует...